Канобу.ру представляет Путник, сейчас ты узнаешь, как появился загадочный мир Санктуарий Однажды, солнечным калифорнийским днем, 9 разработчиков Третьей Диаблы собрались за одним столом Самый главный из них представил коллег и следил, чтобы они не сболкнули ничего лишнего Все разговоры в игре довольно короткие, не дольше минуты Независимо от того, насколько медленно говорит собеседник В Диабло 3 сюжет более глубокий, проработанный, информации стало намного больше Это видно по качеству диалогов и различных записей, книг и свитков Но чаще всего игрок волен сам выбирать, стоит ли ему читать и слушать всю эту информацию или нет Например, мы придумали этакие аудиокниги, лорбукс Их можно найти, как и остальные предметы, но стоит такой томик подобрать, как вы автоматически услышите голос предыдущего владельца этой книги Который расскажет свою историю Вы можете тут же продолжить рубить монстров на капусту, попутно слушая аудиозапись Вот мой коллега Джейсон расскажет подробнее о настоящих сокровищах Ни для кого не секрет, что Диабло, по сути, это мочилово монстров Хотя некоторые считают, что поиск и сбор сокровищей важнее всего Согласитесь, когда вы, например, спускаетесь в подземелье, вам придется умело распределять все свое время между этими двумя занятиями А мы, в свою очередь, это понимаем, поэтому стараемся разнообразить игровой процесс Взять хотя бы сокровища Они могут находиться в тысячи разных мест От обычных бочек, ящиков и сундуков до книжных шкафов и мертвых тел Или вот зона, где помечены все потенциальные дислокации сундуков Далеко не в каждом из них есть сокровища, но зато могут быть и другие, в том числе и неприятные сюрпризы Так что не зевайте в погоне за наживой Хотим обратить ваше внимание на мини-подземелья Мы потратили немало времени и усилий, чтобы каждая из них выглядела по-настоящему круто Для чего они нужны? Положим, прогуливаетесь вы по снежной равнине Но местные враги вам успели поднадоесть Сворачиваем с пути, находим лесенку, ведущую вниз И вот вы уже в нашей уютной пещерке Там живут чудовища Но если у вас найдется время исследовать пещеры и более того, их зачистить Вы найдете сокровища или даже редкие шмотки Но самое главное то, что благодаря таким вот лазейкам Мы можем преподнести вам новую информацию Очередную историю этого мира Ведь в подземелье вас может поджидать вовсе не толпа голодных зомби А персонаж, который будет очень рад вашей помощи Такие внесюжетные линии разнообразят игру Сделают ее богаче А сейчас Джилл расскажет не о созидании А о разрушении нашего мира В игре можно сломать практически все Кто-то думает, что это всего лишь декорации Но они не совсем правы Во-первых, разрушать вещи само по себе весело Очистить комнату можно не только от монстров, но и от мебели Да и ваш герой кажется сильнее Ведь от его прыжков содрогаются даже стены Во-вторых, игровой мир кажется более реальным, настоящим У всех ваших действий есть последствия И они отличаются в зависимости от предметов Если вы шмальнете магическим зарядом в кучу бочек Будет странно, если они не рассыпятся, правда? Ну и в-третьих, разрушаемые предметы Также помогают нам рассказывать историю мира Думаю, вам будет интересно, почему одного из персонажей Пытают на дыбе Или почему одна из бочек до краев наполнена кровью Но довольно о предметах Давайте поговорим о монстрах Слово нашему главному укротителю чудищ Стиву Как видно на эскизе, могильщик почти обычный человек Зарабатывает на жизнь рытьем могил Чем он занят, пока рядом не появился наш герой Он слоняется по округе, покапывает Снова слоняется, снова копает И так весь день напролет Стоит нам подойти к нему поближе, как могильщик Становится подозрительным, начинает оглядываться А когда мы подойдем совсем близко Он будет нас атаковать Примерно вот так Не стоит забывать, что у нас все-таки экшен Поэтому игроки очень быстро вступают в бой Постоянно кликают на огненные стрелы, шары И все, что может гореть Проскользнуть мимо не удастся Поэтому мы решили наполнить игру Массой красочных моментов Когда вы расправляетесь с боссами Замечаете разные мелочи вокруг, чтобы не заскучать Для этого у нас есть специальные места Во-первых, это разные точки, откуда появляются враги Какие-то неудачники карабкаются по стенам Скелеты выползают из бочек и так далее Во-вторых, как вам только показала Джиллиан Мы заготовили целый ассортимент красивых смертей Паучки будут рассыпаться в труху Скелеты разлетятся по косточкам так, что не собрать Ну а третий пункт — это сами сражения Так что давайте пройдемся подробнее по боевой системе Понятно, что основная цель боя — расправиться с монстрами Все как обычно Но мы поставили перед собой задачу Сделать так, чтобы игрок радовался каждой схватке Давайте покажу на примере Вот перед нами новый класс — охотница на демонов У нее есть арбалет, и как видите, она отбивается от стаи монстров Она пытается отступать, увеличивать дистанцию, чтобы ее не задели Отходит — стреляет, отходит — стреляет Но эти твари крайне подвижны К тому же, как только они видят лазейку, они тут же ее используют и пытаются окружить охотницу Поэтому ее способность удирать от врагов вообще, можно сказать, не работает Вам бы такое не понравилось? Чувствуешь себя последним лузером, когда такое происходит? И что же делать? Вот парочка советов и победа у вас в руках Используем прием принудительного торможения Сначала мы не даем врагу окружить нас Он просто не успевает, потому что мы постоянно его оттесняем Также важна подготовка нападения Если монстр все-таки приблизится к вам, они просто не смогут атаковать сразу И, наконец, важна техника — отбежал и выстрелил Ведь если монстр и успеет вас догнать, он получает стрелу и снова отстает Вот таким нехитрым способом вы можете выиграть свободное пространство в бою Ну а мы поощряем вас за необычную тактику, как и должно быть в хорошем экшне Ну а вот снова охотница на демонов, только мы подарили ей массу способностей Видите, игрок и дистанцию соблюдает и ситуацией прекрасно владеет Сейчас дела у нее идут неплохо, а значит, вам должно быть хорошо А это и есть наша основная цель Привет, я Кристиан Лайтнер, арт-директор Diablo 3 Сейчас я расскажу вам о средствах искоренения зла Итак, в игре мощнейшая кастомизация Мы над этим хорошенько поработали И у игроков появился огромный выбор любопытных возможностей, которые они так ждали Вот, например, крутой набор доспехов для варвара А на заднем плане вы видите заготовки, которые были в начале проекта Этому мы обязаны Джошу Толману Он сидит здесь рядом с нами Мы хотели создать как можно больше вариантов снаряжения для разных классов Перед вами Вич-доктор, которому мы сделали безумную прическу Сравните рисунок с трехмерной моделью Это один из наших любимых наборов, потому что в движении он выглядит вот так А вот иконки в инвентаре Они совпадают с внешним видом героя Надеваете что-нибудь на героя, и оно полностью прорисовано на его трехмерной модели Причем у каждого класса один и тот же набор доспехов выглядит по-разному У варвара свои иконки, а у мага свои У вас будет большой выбор, например, перед вами женщина-маг Ее наряд можно по-разному раскрасить Одни цвета выпадают из поверженных тварей, а другие можно купить Но есть и такие, что днем с огнем не сыщешь Ими вы можете гордиться, и все игроки сразу будут видеть, что вы очень уважаемый человек И делать два раза кул Ну и наконец расскажу про улучшения для оружия Вверху мы разместили эскиз нескольких топоров От примитивного до какого-то совсем невероятного А внизу трехмерные модели, которые будут в игре Вы начинаете с простым колуном, но со временем это примитивное орудие будет улучшаться прямо на глаза Мы сделали так, чтобы оружие добрых героев отличалось от оружия злых То же самое и с доспехами Вот так мы подошли к созданию оружия, о котором расскажет Джей Мы значительно изменили систему создания предметов И даже в такую скучную тему, как торговля, мы добавили немножко истории Вот, например, старый хрыщ-ювелир, который создает амулеты, кольца, а также извлекает камни и соединяет их Вы спросите, сколько у нас в игре камней? Невероятно много Всего есть 14 уровней камней На картинке показано практически все, что можно найти в игре Но первые 5 уровней камушков выпадают из побитых монстров или прячутся в сундуках Все самые крутые камушки обязательно создаются ювелиром Он соединяет маленькие кусочки в драгоценности Кстати, улучшить можно не только предметы Пит, расскажи подробнее Мы подумали, что развиваться могут не только герои, но и их окружение Посмотрите на картинку, слева мы видим, как выглядит мастерская кузнеца первого уровня Простая, без изысков, но с ростом персонажа в процессе игры растет и его хозяйство Конференция продолжалась долго, самые преданные фанаты забросали разработчиков своими вопросами Ну а у нас эфир не резиновый, да и вы сами уже небось перетомились Самое интересное мы вам показали, осталось дождаться выхода игры ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok И откроются врата Санктуария Эх, дожить бы Субтитры создавал DimaTorzok